Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Гарри Табах, известный общественный деятель, офицер, капитан. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Ну что ж, Гарри, я отдаю должное сегодняшнему вашему антражу очень красивый антиквариат, прошу заметить. Ну что ж, Гарри, а мы, конечно, с вами поговорим не антиквариат. Кто-то это назвал «пшонка стайл». Я не знаю, видимо, «пшонка» жил так в антиквариатах. Ну, если порыться, может быть, можно найти золотой бутон, но все-таки я думаю, что золотого бутона у вас нет. Нет, это все, если интересно, это свадебные подарки были у меня и 40 лет тому назад. Они со мной путешествовали. Да, очень красиво. Ну что ж, Гарри, давайте с вами обсудим наши актуальные новости. Итак, Малахарис побывала на Фоксе, где я дала интервью Брэду Байеру, известному хостеру, то есть интервьюеру Фокса. И вы откомментировали у себя в таком закрытом, можно сказать, чате это интервью Камалы Харрис. Ну, я принадлежу к тому неузкому кругу лиц, который, так сказать, читает вашу закрытую аналитику, и вы порекомендовали Харрису пойти работать в Макдональдсе после вот этого интервью, намекая на то, что она его провалила. Ну вот, например, Билла Рейли, который вас с большим удовольствием всегда смотрю и цитирую, он считает, что Байер, он был слишком импульсивен, слишком эмоционален, и это позволило фактически Харрис теперь говорить о том, что она выстояла во время этого сложного интервью, она выстояла напор, который проявлял Брэд Байер, и в общем и целом это вызывает как бы несочувствие, хотя она не ответила ни на один вопрос, который по существу задавал Брэд Байер. Как вы считаете, как наблюдатель, как аналитик, была ли сделана ошибка со стороны Байера, что он в какой-то момент, ну, просто дожимал Харрис, где-то даже повышал голос, брал напор, вместо того, чтобы сказать, госпожа вице-президент, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если у вас нет ответа на вопрос, пошли дальше. Ну, я непрофессиональный интервьюер, поэтому я не беру ни у кого интервью, по большому счету могу иметь дискуссию, могу провести допрос минут 15, и то не очень долго. С пристрастием, с пристрастием. Да, быстро, например, там, тазоры поймали быстро, а так, чтобы... То нет, и не могу судить, я... Это неважно, она, правда, не ответила на один вопрос. Она тоже повышала голос, она тоже была такая возбужденная, можно сказать. Она, опять же, не отвечает на вопрос, который ей задают все время, постоянно. Граница. Что вы сделаете другое от Байдена? Сейчас же вроде бы с ним. Чем будет ваша администрация отличаться от сегодняшнего? Ну, я не Байден. Ну, я не Трамп. Понятно, что не Байден, что не Трамп. Это не ответ. Я могу только сказать, опять, только по факту, что, да, Брэд Байер, он известный журналист, в отличие от того, как мы себя друг друга называем с вами известными. Он, правда, известный. Он антитрампист. Он never Trump. Он не любит, поэтому он как бы за нее был. Но я думаю, что как профессионал он начал... Это он говорит, не я. Он начал раздражаться, потому что интервью должно было быть час. То есть это же не то, что там... Я знаю, что вы подготавливаетесь к интервью со мной. Ну, многие просто подходят. И вот они задавали темы, эти вопросы. Мне это так быстро все происходит. Он явно профессионал, поэтому он подготавливал интервью на час. А после 20 минут ее помощники стали ему говорить, заканчивая интервью. Поэтому он начал раздражаться. Подожди, я не успел спросить те-то, те-то вопросы. И, видимо, была такая реакция. Но, опять же, это показывает. Готовились на час. Она не может выдержать час. У нее нет ответа. Ее помощники видят, что за час она нарубит столько дров. И что она покажет себя с такой стороны, что это будет просто ужас. Но, опять же, я считаю, лично мне, что никакого отношения не имеет ни к чему больше. Те люди, которые будут голосовать за Трампа, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, что бы вы ни показывали, это все фейки. Это ни во что не воспринимается. Например, как вот сейчас у нас в Майами прошел, во Флориде прошел парад лодок с Трампом, и в него хотели врезаться нацисты или провокаторы какие-то, просто полудурки. Им это не дали сделать, но полиция пришла. Никакого отношения ни к Трампу не имеют. Но вся украинская инфосфера уже была. Вот мне прислали, вот твой Трамп, вот этот Трамп. В Украине тоже ходят с факелами, там зиги кидают на Холкина. Есть придурки везде. Но эти даже никакого отношения не имели ни к параду, нет, это хозяин этой водки, известный нацист или сумасшедший, ну, понятно, что ненормальный, которые сделали провокацию против Трампа. Но уже все, это не важно. Украинцы же... Поэтому, а те люди, которые будут голосовать против Трампа, это не важно, будет там Камала Харрис, будет там Байден, будет там Черт Лысый, будет там Сталин, Гитлер. Они говорят, нет, за Трампа мы бы любого, кого вы там не поставите, чебурашку поставим, я не буду за него там, за Трампа. Все. Вот и все. Поэтому все эти интересные, все эти сейчас рассказы, все то, что сейчас у нас огромное вышло, тоже скандал, что это все, как по-русски правильно сказать, плагиат, плагиат, который она говорит, который она выставляла, все это вскрыто. Смотрите. Но это не меняет, не меняет вот эти опросы по голосованию. Они, в принципе, вот идут нос в нос. Смотрите, Гарри, вот Камала Харрис, она носится с идеей выплаты 25 тысяч долларов в качестве, значит, первого платежа на покупку дома или на покупку квартиры. И вот она с этой идеей носится, носится, ее вбрасывает общественное пространство. И тут же Рейли эту идею обсуждал, эту идею. И я с ним соглашусь, что фактически, фактически, это какая-то глупость. Но ты не можешь, ты просто так вот раздавать деньги, да, вот просто взять, прийти и дать 25 тысяч долларов одному другому. Тогда нивелируется ценность труда и нивелируется ценность капитализма. Когда от каждого по способности, так сказать, и каждому по труду, хоть это был социалистический принцип, на самом деле это типично капиталистический принцип. Насколько наработал, настолько ешь. Какой смысл ходить с этой коммунистической откровенной идеей? Ну, смысл тот, что ее родители, ее отец, профессор с коммунистической или социалистической экономики, я точно не знаю, надо вам Андрея Николаевича сказать, что это значит коммунистическая или капиталистическая экономика. Экономика, по-моему, или есть, или нет. Она не может быть разной. Или она не экономика. То, что в моем детстве я изучил, это то, что экономика должна быть экономной. Так сказал Леонид Ильич Прежнев, дорогой Леонид Ильич Прежнев, такой сказал. И весь мир смеялся над этим. Но что такое экономика? По-моему, экономика, она должна быть экономной. Она не экономная, если ты будешь всем раздавать 25 тысяч долларов. Но я за то, чтобы раздать 25 тысяч долларов. Почему нет? Давайте раздадим. Почему 25? Давайте 250 сразу, пусть выкупят весь дом. Просто где вы эти деньги возьмете? Меня? Я вам не дам. Мне самому мало. Я вон по копейке собираю на протезы для солдат. А тут еще 25 тысяч термоедов покупать. Я не хочу. То есть она же не говорит, откуда она возьмет деньги. Она говорит, у богатых она возьмет. Чтобы все было честно. Ну, это да, это коммунистический такой подход. Но это не только. В этом как раз идиоты, люди, конечно, или дармоеды, им это нравится. Халява. Опять против халявы конкурировать очень сложно. Но она сейчас сказала еще лучше. Потому что выступил Барак Обама. Президент Обама сказал, что чернокожие мужчины ее не поддерживают. Не поддерживают, недостаточно поддерживают. То есть она теряет этот электорат. Очень главный для чернокожих мужчин. Так она сказала такую вещь. Она сказала, что она выдаст по 20 тысяч. Тоже более скором. Не 20 тысяч она выдаст тем чернокожим мужчинам, которые будут начинать бизнес. Вот тем, которые банки не дают деньги, чтобы они начали бизнес, потому что у них уже плохая кредитная линия, потому что они тропотратили, потому что они не выплатили. Вот им они придут и скажут. Как вот к Брежневу приходили людоеды и говорили, мы теперь будем социалистической страной. Сразу их целовал в рот и выдавал миллионы, миллиарды долларов на построение коммунизма, социализма в людоедской стране. А они все равно оставались людоедами. То есть приходят люди, которые ни банки не дали, ни другие бизнесы не дали деньги. Она просто им даст, потому что они придут и скажут, смотрите, я чернокожий или темнокожий, и я мужчина. Дайте мне, пожалуйста, 20 тысяч долларов. Я начну вот такой бизнес непонятно. Марихуана там или еще что-то буду, или порнофильмы буду снимать. Дайте, пожалуйста, мне, и она даст. То есть если она придет сама и скажет, я хочу открыть Мигданалдс, и скажет, нет, ты хоть и темнокожий, но ты не мужчина. То есть вообще это расистские такие, базироваться на том, какого ты пола, то есть тогда, наверное, будут все транссексуалами, и женщины сразу станут всем мужчинами, чтобы получить эти 20 тысяч долларов. А как? Ты не можешь дискриминуть. Ну, это чушь, ну, полная чушь. И она расистская чушь. Она расистская. Не только расистская, но и сексистская. То есть женщины получат 20 тысяч, только мужчины. Это чтобы привлечь. То есть а теперь женщины будут своим мужем говорить, иди голосуй за нее, ты 20 тысяч долларов получишь опять за дарма, а потом еще 25 тысяч долларов мы получим за дарма. То есть против халявы, против этой очень сложно конкурировать. В Мигданулс она работала один день. Кстати, я работал в Бургер Кинге, когда я учился в школе. По выходным я работал в Бургер Кинге. Ты тоже такой, как Мигданулс, ресторан быстрого питания. Поэтому, может быть, ей было бы и неплохо поработать в Мигданулс, понять, как зарабатываются деньги и что такое минимальная оплата труда. Просто люди сейчас в Калифорнии, во многих других штатах демократически перестали в эти рестораны ходить, потому что они стали чрезвычайно дорогими. Потому что минимальная зарплата там, как у инженера в НАСА. Ты не можешь платить людям такие зарплаты. И гамбургер, чтобы стоил один доллар. Теперь он стоит 12. Или сколько, я не знаю, в Мигданулс не хожу, но я уверен, что в Калифорнии это не дешево. Гарри, вот Камела Харрис, она из интервью в интервью, даже тех немногочисленных, которые она дает, она пытается сделать вид, что она новичок в политике. То есть я имею в виду, что словно не было последних четырех лет. Напомню, что уважаемая госпожа Камела Харрис, она вице-президент при президенте Байдене. То есть она по логике, это же running mate. То есть это человек, который идет вместе с тобой на выборы. Это человек, который разделяет с тобой повестку. Это человек, который с тобой работает на протяжении четырех лет. И каждый раз Камела Харрис говорит о том, что необходимо перевернуть страницу. Резонно ее спрашивают, а перевернуть страницу с какого момента? Необходимо перевернуть страницу. Вот как можно вообще, собственно, я обращаю внимание на сторонников Харриса. Опять же, это их право. Я ни в коем случае не влажу во внутреннюю политику США. Вот кто хочет голосовать за Трампа, кто хочет за Харрис. У меня другой вопрос. Почему эти люди не задаются простым вопросом? А вот почему на протяжении последних четырех лет не было ни борьбы с нелегальной миграцией, ни выплаты 25 тысяч долларов? Этого всего не было. Опять же, понимаете, вы пытаетесь спросить вопрос людей. Они не за Камалу Харрис. Большинство этих людей, они говорят, да, Байден ужасный. И как он поступает? Ну, посмотрите, что Украина говорит, да, уже там все вот эти вот, которые за Байдена, да ему памятник надо ставить Украину, да и улицу надо называть, да ему ноги надо ставить. А сейчас они говорят, ну, да, он нас там киданул, он не то, что мы ожидали, мог сделать больше. Но все равно они не за Трамп. Нет, это не важно. Это не меняет их отношение к Трампу. Все равно нет, Трамп еще хуже. Пусть лучше мы сдохнем, но с Байденом, чем будем жить с Трампом. Это часто. Я не знаю, какой у вас был антисемитский опыт, но у меня такой был очень хороший. Лучше сдохнем с ними, с русскими, чем вот будем жить и процветать с вами, с евреями. Арабы сегодня, пожалуйста, то же самое. Сегодня вот в Израиле арестовали террориста, который хотел совершить огромный террористический акт, убить очень много людей. Он живет на западном берегу, на восточном Иерусалиме. То есть он живет в Израиле. Лучше всего арабы живут ни в одной стране, они так не живут, вот эти палестинцы, так называют. Они врачи, они там, ну, они полностью первых, кого убьют, придя вот эти Хамас, Хасбулла, их, не евреев, их, они считают их предателями. Но они все равно. Они говорят, лучше вот мы сдохнем здесь, пусть нас убьют лучше арабы, чем мы будем жить и процветать. Вот этот менталитет. Эти люди все равно не проголосуют за Трамп. Вы пытаетесь объяснить, почему? Они спрашивают этот ее вопрос. Ее спрашивают этот вопрос. Тот же Байер ее спросил. Она не может ответить. Она не отвечает. Она сразу говорит, а Трамп вот что сделал. А Трамп будет диктатором. А Трамп сдаст Украину. А Трамп сдаст Израиль. Он антисемит. Он сексист. Он расист. И вот этими лозунгами она отвечает. Это, знаете, это вот сержанта нельзя было. Этим взять. Он опытный. А вот молодого офицера можно было. Ну, офицер подходит там к морпеху и говорит, а почему у тебя шнурки не завязаны? Он говорит, сэр, а там у Джонсона вообще кошка дома родила, понимаете? И это вообще там у них много котят. Он спрашивает, или кому нужны котята. И у этого молодого лейтенанта уже измеря. Он говорит, да, кошка. Сколько она? Так давай спрой. Пойдем, пойдем. Давай спрой. Все. Он уже у него был в шнурке. Он уже все. Он уже это забыл. Они уводят тебя. Они тебя сбивают с темы. И ей задают вопрос, а что насчет границы? Она говорит, а Трамп диктатором будет вообще. Вот и все. Вот эти вот ответы. И люди на это ведутся. Люди молодой лейтенант, как молодой лейтенант. Старый сержант, он ему даст кошку. Сам он у него родит кошек. Если он попробует это, после этого начнет мяукать. Ну да, знаете, я смотрю на некоторых своих американских друзей. Они почему-то все, так оказалось, демократы. Это их право. Опять же, они поддерживают Камалу Харрис. Меня удивляет, когда они постят эти вот картинки. На мой взгляд, ну, опять же, на мой взгляд, это пошло. Да, вот фотографии одного из кандидатов с президентом Картером, который лежит в хосписе, который говорит о том, что он всю жизнь мечтал так вот проголосовать за конкретного кандидата. Я это комментировать не буду, но, знаете, вот есть такое выражение, да, просто за гранью зла, да. То есть вот что-то, вот есть какие-то красные линии, о которых мы еще сегодня поговорим, которые переступать нельзя. Ну, хотите, можете это комментировать. Ну, смотрите, у нас с вами разные друзья, просто потому, что мы с вами вращаемся в разных сферах. Вы явно человек интеллектуальный, что называется, академишен у нас, вы в академической сфере, вы ученый человек. Я, наверное, больше среди людей, которые мелких бизнесменов, там, рабочих, инженеры, там, врачи, профессионалы, которые работают, которым надо идти на работу каждый день, и не совсем такое у них может быть, они диссертации не пишут, страдающие. Поэтому это, конечно, разные, конечно, в вашем окружении, ваши друзья, понятное дело, будут за Камалу Харрис, но объяснить этого не смогут, кроме опять вот этих лозунгов, что Трамп диктатором был, хотя он уже был президентом, а она уже была вице-президентом. Видно, что он был, он кого-то посадил в тюрьму, тех же Клинтонов, он все время отбивался от навета все четыре года, что он был президентом, даже еще год за это, до этого, и эти три года после того, как он уже президент все равно отвечает. Вот сегодня оружия опять нет, и Украина опять виновата. Как? Чего? Объяснить они не могут. Но неважно, это наветы, ты ничего по этому поводу сделать не можешь. Президент Картер, это очень интересно. Я помню президента Картера. Мои родители приехали, мы приехали, моя семья попала в Америку во время президентства Картера. Ну, я других президентов не знал, и я был довольно-таки еще один молодым человеком, мне было всего 14 лет. Хотя я думал, что я все понимаю, все знаю, но это было не так. И все говорили, слушай, это, по-моему, самый худший президент, который был за всю историю Америки, это президент Картер. Опять же, я хочу напомнить людям, президент Картер был профессиональным военным, президент Картер был подводником, его готовили, он умный, ну, в подводной лодке в этой, он был очень умным, очень умным, и его готовили даже, что он будет там адмиралом или еще кем-то в подводном флоте. Но нет, он ушел. В звании капитана третьего ранга он вдруг уволился из флота, хотя карьера его продвигалась очень здорово. Он закончил нашу военно-морскую академию, если вы пойдете туда, это очень красивое место в Анаполисе, вы увидите его фотографию, что там висит, где он курсант. И вот он стал президентом, он стал ужасным президентом. Вот тогда Иран, провал, это операция с Россией, с Советским Союзом плохие отношения, хотя он пытается что-то сделать с Китаем. И после него избирается Реган. И, конечно, на фоне него Реган прекрасен. Но все эти годы, говорили, что самый плохой президент был Картер, пока не пришел Обама. И вот когда стал Обама, стали говорить, слушайте, многие стали говорить, он, по-моему, еще хлеще Картера. А потом стал Байден. Теперь говорят, что Байден еще хлеще Обамы. Теперь будет Камала Харрис. То есть они выбирают себе в помощники, а это бывает частенько. Ты не хочешь своего зама, то есть вице-президента в компании, который умнее президента или который лучше президента. И они всегда получаются чуть-чуть хуже. И так и получилось. Обама, будучи тоже не политиком, он тоже что-то три года был в Сенате, потом, откуда ни возьмись, попалась Чикаго, будучи там тоже каким-то мелким этим волонтером, социальным работником. Вдруг он становится сенатором моментально, через три года президентом. Откуда нет прошлого человека. И он берет себе вице, не совсем далекого, уже потолок. Но он, по-моему, все-таки возглавлял, если я не ошибаюсь, Обама долгое время даже юридический журнал Гарвардского университета. Это неплохая стартовая позиция. Это когда он учился. Когда он учился, да. Это неплохая стартовая позиция. Нет-нет-нет, он учился в очень престижном селе. Это то же самое, в принципе, что и делал Венс. Венс тоже возглавлял вот эту вот газету, когда он учился в юридическом, в Крюсете Гарвардского университета. И это та же самая позиция. Но Венс был бизнесменом большим, он служил в морской пехоте, у него есть прошлое. А после университета у Обамы не было такого, да, он был в каком-то там местном управлении, сената, что-то такого в Чикаго. И вообще он был таким социальным работником. И вот откуда ни возьмись, вдруг его нашли, он чернокожий, он закончил Гарвардский университет, он умный, все говорили, что он очень умный, чего в нем умного, я не помню. И он взял себе вот такого не очень далекого, в принципе, профессионального политика, который никогда ничего в жизни ничего не делал, кроме как вот переизбирался. И потом этот стал президентом, мы видим, кто он. И он берет себе еще более недалекого человека, еще более человека, который как-то прокарабкался на четвереньках, или еще в какой позе там, я не знаю, до этих высот, берет ее себе, чтобы она тоже не подсиживала его, чтобы она не выглядела лучше, чем он. И вот мы таким образом, как говорит сержант Азаркин, додолбались до мышь. И сегодня она, и она берет себе вице-президента, и вообще человек, который украденная доблесть, трус, врун, там уже на него уже столько всего, там что-то не педофил, и о котором такая слава, ну, что уж хуже быть не может. И он сейчас на охоте не мог перезарядить ружье. Это батальонный сержант, вы мне хотите сказать, он стоит и никак не может его и спрашивает. Во-первых, ружье не охотничек каким-то он доходит. Ну, в общем, много чего там этого есть, которые с Китаем связаны, которые там, ну, не знаю, черт знает что. И вот они так себе берут. И поэтому сегодня и происходит такой, наверное, разрыв между Камалой Харрис и Байденом, потому что он считает, что она его подсидела и подставила, что с ним поступили, ну, после 50 лет в политике, в Сенате, вице-президентом, президентом его взяли, дали пинка и выкинули как этого, и сынишкой, куда сынишку девать теперь? И они не хотят с ним говорить. Ну, и мы видели, что на похоронах Кеннеди, госпожи Кеннеди, все эти президенты собрались, демократы, и видно разговор между Обамой и Байденом, который чрезвычайно напряженный. Опять же, люди сегодня, я думаю, не совсем понимают, что мы все видим, все слышим. Даже если вы думаете, что нас не слышат и не видят, сегодня с сегодняшними технологиями, это невозможно. Конечно же, они прочли их губы, о чем они говорят. И они говорят о Камале Харрис, что она проваливается, что зачем вы ее вытащили. И Обама раздраженный, потому что он не хотел ее, но другого выхода не было. И Байден говорит, смотри, что ты натворил, теперь что делать? Они теперь, а что делать? Теперь надо будет идти к экстремальной ситуации, все что угодно. Поэтому я сегодня, за две недели до выборов, считаю, что Трамп в опасности, очень большой опасности, потому что он не останавливается, он 20 часов в сутки кому-то дает интервью, с кем-то встречается, я не знаю, откуда столько энергии у человека. Да, у него очень много выступлений, очень много. 78 лет, и он не заговаривается, он не ошибается, он не оговаривается. Он даже не выглядит, как будто он уставший. Ну, видно, что он уставший, но все равно. Он уставший, потому что он должен иметь дело с этими идиотами и кретинами, которые ему просто окружены. Кстати, я вам скажу, что я когда-то читал его книгу автобиографического характера, может быть, не он писал, естественно, но писал то, что называется «Гоустрайтер». То есть там он как раз описывал будни Трампа, это огромное количество встреч всегда у него, в принципе, было. То есть для него это органично, общаться абсолютно со всеми. То есть здесь он как в своей тарелке. Я это вижу тоже в нем. Почему? Опять же, только из своего личного опыта. Это идет в свою молодость, это идет в свое детство. Потому что в детстве он был вот этим кадетом, ну, что-то вроде Суворовского училища. В те времена в эти школы попадали обычно дети, как вот в Великобритании в boarding schools, дети богатых, родители, они там воспитываются быть джентльменами. У нас были вот эти военные школы. И в Нью-Йорке был в этой военной школе. Но он не просто, он начал с малых лет, а к 13-му классу он был командиром школы. То есть он имел первую должность в этой школе. Он был самым старшим по званию. Это огромное давление. Ты должен иметь дело с малышами, с тинейджерами, которые хулиганят, которые не слушают, которые плачут, они хотят домой. Он должен их всех строить, он должен каждого знать по имени. Это огромная ответственность и давление на молодого человека, у которого уже к тому времени в голове в основном девочки. И больше ничего. И вот в этой школе он был номер один студент. То есть он закончил ее сокличием. Это училище. Мы назовем это Суворовским училищем. Хотя ничего общего с Суворовским училищем не имеет. И вот с тех времен он все время под увеличительным стеклом, как бы сказать. На него все время идет давление, на него все время. И это видно, что он энергии, ты не мог там потерять энергии. Ты должен был подготавливать к парадам, как раз на Колумбус, да и тоже у меня на странице. Выходите на мои эксы, на мой телеграм, потому что там вы увидите, где он ведет вот эту школу. Кстати, во время инаугурации этой школы тоже был парад во время инаугурации. Там шли, детки, несли, и они в мундирах таких, и они несут. А мундиры похожи на, ну, мундиры, как и в Уэстпоинт, как и в Анаполос, они похожи на наши там времен позапрошлого века. Наполеонский. Гарри, спасибо вам большое за это интервью. Друзья, с нами был Гарри Табах, известный общественодетель и капитан. Спасибо большое, Гарри, за очень-очень интересное, как всегда, интервью. Друзья, подписывайтесь на канал Гарри, на мой канал и до новых встреч. Огромное спасибо, Гарри, за это интервью. Спасибо. Спасибо. До свидания.